У нас сегодня здесь, в нашей новой гимназии, и тем более по такому хорошему поводу, как открытие порт-океады ГТО. Древняя мудрость гласит, без прошлого нет будущего. Наше прошлое, советское прошлое, прошлое моего поколения, старших поколений, помнят и знают, что такое комплекс готов к труду и обороны. Это было интересное, яркое воспоминание нашей всей юношеской жизни. Я очень рад, что из прошлого мы забираем только хорошее и восстанавливаем эти добрые традиции. Сегодня спартакиады, звания, готов к труду и обороне, классификация опять входят в нашу современную жизнь. И я уверен, что ребята, которые занимаются спортом, которые сдают нормативы ГТО, тоже сохранят об этом самые яркие впечатления. Потому что спорт, физкультура, это всегда здорово. Тем более современная молодежь, которая стремится к здоровому образу жизни, для которой уже быть подтянутым для парней норма. Для девушек красивая фигура, норма и мечта. И вот эти все упражнения не всегда помогают в этом. Сегодня вот к спартакиаде ГТО подключаются и власть, имеющие так называемые, и нормы. И это тоже нужно. Поверьте, без спорта очень трудно выдерживать темп работы, который задан главой государства. Вы видите, какой наш президент подтянутый, хоккеист, дзюдоист, лыжник. Мы должны все стремиться быть похожими на него. И поверьте, он говорил тут недавно о том, что ему помогает жизнь, спорт. Я очень хочу, чтобы для моих коллег из администрации, из правительства, да и из любых других органов власти, физическая культура и спорт стали нормой жизни. Я приветствую всех участников. Хочу пожелать, пусть может быть и небольших, но самое главное, одной победы. Победы над собой. То, что вышли на стадион, это уже маленькая победа. Добрый путь. АПЛОДИСМЕНТЫ